Здравствуйте, ребята! С вами Надежда Николаевна. Добро пожаловать на канал Баба Надя. Предлагаю вам послушать сказку «У страха глаза велики». Как оно чаще бывает всего. Когда испугался, а тебе такое привиделось, что ой-ой-ой. Итак, набираем воздуха и читаем. Жили-были бабушка-старушка, внучка-хохотушка, курочка-клохтушка и мышка-нарушка. Каждый день ходили они за водой. У бабушки были ведра большие, у внучки поменьше, у курочки с огурчик, у мышки с наперсточек. Бабушка брала воду из колодца, внучка из колоды, курочка из лужицы, а мышка из следа от поросячьего копытца. Назад идут у бабушки вода трёх-плёх, у внучки трёх-плёх, у курочки трёх-трёх-плёх-плёх, у мышки трёх-трёх-трёх-плёх-плёх. Вот раз наши водоносы пошли за водой, воды набрали, идут домой через огород. А в огороде яблонька росла, а на ней яблоки висели. А под яблонькой зайка сидел. Налетел на яблоньку ветерок, яблоньку качнул, яблочко хлоп и зайке в лоб. Прыгнул зайка, да прямо нашим водоносом под ноги. Испугались они, вёдра побросали и домой побежали. Бабушка на лавку упала, внучка за бабку спряталась, курочка на печку взлетела, а мышка под печку схоронилась. Ох, медведище меня чуть не задавил. Внучка плачет. Бабушка, волк-то какой страшный на меня наскочил. Курочка на печке кудахчет. Ко-ко-ко, лиса ведь ко мне подкралась, чуть не сцапала. А мышка из-под печки пищит. Котища-то какой усатый, вот страху я натерпелась. А зайка в лес прибежал, под кустик лёг и думает. Вот страсти-то! Четыре охотника за мной гнались, и все с собаками. Как только меня ноги унесли! Верно говорят, у страха глаза велики, чего нет и то видят. Вот, ребята, сказочка закончилась. Но мне так и хочется по этой сказке ещё поговорить. Вот смотрите, всё с чего-то началось. Началось с зайчика, потому что много к ней ходили бабушка, внучка, курочка, мышка. Всё было хорошо и благополучно. А тут вдруг, в один прекрасный день, зайчик себе грыз под яблонько яблочки. Вы посмотрите, что яблочки некоторые надгрызанные, да? Хрумкал, хрумкал. Так они ему понравились, что он, наевшись, уснул себе на солнышке, на травушке, на тёплой земле. Да, а кто виноват в том, что случилось дальше ветерок? Ну, а вы знаете, почему ветерок получается? Потому что земля наша крутится, да? Вот, от движения. И получается от того, что облака движутся, получается ветерок. Ну вот, зайчик испугался. И кто что мог придумать? Сейчас мы увидим, что девочка то, что ей страшно было. Страшно было, что волк на неё нападёт, да? А на бабу было страшно, что на неё медведь нападёт, да? А на лисичку, вернее, на курочку лисичка, да, напала. Ну и, естественно, мышка про кошку вспомнила, как ей было, да, страшно. Ну, ребятушки, хочу вам ещё пожелать, чтобы вы не боялись, потому что мало ли что, я сама знаю, когда-то ребёнком было, что дети многие боятся темноты. А в темноте такие фантазии могут появиться, что даже и не придумаешь, да? Вот бывает такое, что лежишь, засыпаешь в комнате светло. А потом вдруг под шумок-то ты так себе уснул. Взрослые о чём-то говорили, и ты под шумок этот уснул. И вдруг всё затихло вокруг, а ребёночек разве проснулся от этой тишины? Если не горят фонари, если в комнате не горит ночничок, а такая прямо, ну вот, сплошная темнота, может ребёночек испугаться. Но вместе с тем, ребята, вот вы запомните, если человек спит в самом деле, вот в тёмной комнате, когда фонари с улицы не падают в комнату, да, тогда организм очень хорошо отдыхает, да, и в нашем мозгу появляются там очень важные для жизни организма вещества. Поэтому, если вы вдруг испугались, вдохнули глубоко, задержали дыхание до тех пор, сколько можешь не дышать, потом легонечко выпустил воздух, ещё сделал так несколько раз глубоких вдохов с задержкой. И вот пока вы будете дышать с задержкой, у вас сердечко перестанет сильно-сильно стучать, вы успокоитесь, ваши глазки привыкнут к темноте, и вы поймёте, что то, что вы считали страхом, оно просто исчезнет. С вами была Надежда Николаевна. Нажимайте колокольчик, подписывайтесь на мой канал. Всего вам доброго!